Мне даже как-то раз девушка в центре говорит, вы самый красивый курьер. А ты самой носишь какие-нибудь средства самообороны, типа там, баллончики, еще что-нибудь? Пистолет. Вы, может быть, доставляете в яндекс? Да. Здорово, брат! Наша команда считает, что девушкам не нужно менять пол, чтобы работать в доставке или на других работах. Поэтому мы запускаем серию роликов о том, где разбиваем все стереотипы различий мужчин и женщин в работе, рассказывая личные истории наших доставщиц. Сегодня мы познакомим вас с Еленой, моделью, блогером и девушкой, которая просто любит водить машину. Хочешь зарабатывать в Яндекс.Доставке? Тогда тебе необходимо подключиться через парк, даже если у тебя есть свой транспорт. У нашего канала есть свой парк, который также называется «Богатый курьер». Все герои, которых вы видите в наших роликах, работают в нем. А для москвичей у нас особое предложение. После подключения тебе не нужно будет ломать голову о том, где купить термокорп. Наш опытный курьер доставит его тебе прямо по адресу и поделится с тобой советом, с чего лучше начать работу. Пиши нам по ссылке в описании. Погнали! Всем привет! Мы выходим на линию. Мы вышли на линию. Кто может принимать? Если, конечно, тебе этот заказ нравится. Или вообще ты все принимаешь? Я принимаю все, всегда. Ты не рассуждаешь на тему того, что две точки, три точки, коэффициенты, вот этого всего? Нет, я в этом даже не разбираюсь, если честно. Ты человек, короче, работы. Просто есть работа, ты ее выполняешь? Да. Мы сейчас начинаем где, скажи? Очакова, Материнск. Ты всегда тут начинаешь или нет? Ну, в основном, да. Потому что здесь прикольные заказы бывают. Прикольные заказы? Тут много складов всяких, всего такого. Прикольные заказы – это что ты имеешь в виду под этим? Ну, я люблю просто дальние заказы. Я люблю, когда они, ну, не в одном месте, а прямо вот уносят меня, скажем, в другой город или куда-нибудь, в Подмосковье. О, коллега поехал. Ты любительница покататься, я правильно понимаю? Да. Очень люблю покататься. Собственно, поэтому в доставку и пошла? Только поэтому и пошла. Потому что я люблю водить машину и, собственно говоря, получать за это деньги, да, неприятно. Я и так, и так целыми днями с рулем. И так, и так, это как понять? Чем ты занималась, если не доставкой? Катала друзей, сама каталась просто. Просто удовольствие, короче. Ну, не на этой машине, конечно, а на другой. В основном мне попадают заказы очень далекие от моего района, так как живу я в ЗАО, а езжу постоянно «Мытищик», «Королёк». Объясните мне местным, что такое ЗАО? Ну, западный административный округ. А. Ну вот, а заказы мои... Чаще всего это когда-нибудь Балашиха. Да, обратите внимание, короче, на этот район, Очаково. Потому что здесь падают дальники, потому что здесь какие-то, ты сказала, склады, да? Да, здесь Рябиновое рядом. И именно с этих складов падают дальники, да? Ну, в основном, да, потому что здесь рядом Рябиновое. Это такие самые популярные склады в Москве. Здравствуйте. Повезло, даже подниматься не пришлось. Мне кажется, что люди видят, что девушка и как-то относится, знаешь, более... Ну, то есть он спустился сам и вынес. Ну, если честно, почти всегда так. Ого! Тут тебе многие позавидуют, если почти всегда так. Так это реально, это действительно ого. Потому что я только хотел спросить вопрос, как вообще люди там реагируют на девушку в доставке. Хорошо помогают всегда, не дают тяжести таскать. Даже ругаются на меня за то, что я работаю в доставке. Говорят, как так, девушка? Замуж выходите, а не работайте. Что ты отвечаешь на такие вбросы? Я говорю, что тоже хочу замуж больше, чем работать в доставке. Мы взяли из Очакова заказ, везем мы его в Мытище. Ехать нам два, ну, сейчас уже 2.20. С запасом, да, там конкретно время, да? Когда, скажи, ты получила права? Как давно ты вообще-то за рулем? 10 лет ровно. А машину вот эту ты купила? Эту? Да. Ровно полтора года назад. Ты ее покупала специально под доставку? Это Fiat 500, да? Это Fiat, нет, это Fiat Panda. А, я думаю, почему ты ее Panda называешь? Я думала, это Fiat 500 и Fiat. Нет, это Fiat Panda. У нее значок даже, ну, там написано прям Panda, во-первых. И еще Panda медвежонок приклеен. Да, это я заметила, это я заметила. Это, кстати, очень помогает, когда меня ищут клиенты. Я говорю, ну, машина с медвежонком. А они такие, а, все-все, видим вас, медвежонка видим. Вот ты купила эту машину специально под доставку? Как она тебе вообще по расходу, мне интересно? Расход у нее сколько, ты не знаешь? Ну, расход у нее показано, как будто 11 литров, но это неправда. Я думаю, здесь просто глюк. Ну, наверное, расход, мне кажется, литров 6. Я так думаю. Но у тебя еще есть Lancer, 9-й, да? 10-й. На нем ты, как, доставляешь иногда или нет? Да, на нем я доставляю, когда эта машина в ремонте. Честная вообще история? Вообще, почти все время я на Lancer. Ну, чаще, ладно. Ну, правда же говорить надо, да? Ну, ломается эта машина, да. Мы уже на эту тему говорили, машина ломается, но она восстанавливается. Конечно. Она, Лена, не жалеет на нее ни сервисов, ни запчастей. Она ставит и оригинальные, кстати, на пляже стоишь или нет? Или просто хорошие? Оригинальные запчасти с разбора ищу со всей России, не только даже с Европой мне присылают их. Да, и то, что Лена говорит, то, что эти запчасти, они служат хорошо, поэтому... Ну, сколько ты ее процентов, как ты считаешь, восстановила уже? Ну, уже точно на стабильные 50% за полтора года. Ну, вообще, она маленькая, она удобная, как тебе на Lancer доставляется. Вот в плане удобства, именно почему вот Fiat Panda удобнее, это, конечно же, габариты, потому что во дворах парковаться на ней очень легко. Даже когда нет места, я всегда найду, потому что машина очень маленькая, компактная, юркая, и она вот просто в любую дырочку влезет. Самые любимые ролики на нашем YouTube-канале — это соревнования, и многие хотели бы в них поучаствовать, а теперь это будет доступно каждому. Мы сделали телеграм-бота, который называется «Богатый курьер турнира», где каждый, кто подключен к Яндекс-доставке через наш парк, может посоревноваться с другими курьерами нашего парка и выиграть один из множества денежных призов. Наш бот работает больше двух месяцев, и за это время мы разыграли более 450 тысяч рублей. Турнир работает по всем городам России, самое главное состоять в парке «Богатый курьер». Чтобы принять участие, нужно перейти в телеграм-бота по ссылке в описании, нажать на кнопку «Начать», нажать на кнопку «Вести номер» и ввести номер телефона, по которому вы зарегистрированы в Яндекс-доставке через наш парк. После этих действий ты сможешь увидеть, какое место в рейтинге ты занимаешь и 5 самых богатых курьеров на этой неделе. В турнире ты сможешь забрать два приза сразу. Для одного тебе нужно заработать как можно больше за определенный срок, а для второго – просто участвовать в нем и выиграть второй приз случайным образом. Но помни, чем больше ты заработаешь, тем больше шансов, что именно ты выпадешь на колесе фортуны. Мы разыграем 73 тысячи рублей случайным образом среди всех участников. Победителей будет 45. Шансы выиграть очень высоки. Более подробная информация в нашем боте. Переходи по ссылке в описании и участвуй. И да поможет тебе удача. Мы почти приехали на ту точку, на которой мы ехали полтора часа. Показывала два с половиной. И мы приняли еще две точки к этому заказу. В надежде, что нам заплатят побольше. В общем, сейчас позвонили, короче, и сказали опять, что просто даже никуда идти не надо. Сами выйдут, сами заберут, сказали где. Можно, кстати, в приложении посмотреть, что там написано вообще? От двери до двери или как? Но это не от двери до двери, чтобы просто видели, как обычно реагируют просто на девушку. Все прибегут, все отдадут и заберут. Это классно. Многие, кстати, наверняка девушки переживают насчет безопасности по части работы. Были какие-нибудь такие опасные случаи или что-то такого вообще? На этой работе нет. На этой работе нет, но ты вообще как сама переживаешь, не переживаешь? Вообще нет. Что передает тебе уверенности? Почему ты вообще не переживаешь? Не знаю, мне кажется, физическая подготовка. Я, если что, могу за себя постоять. Ого. А ты самой носишь какие-нибудь средства самообороны, типа там баллончики, еще что-нибудь? Пистолет. У меня сейчас его нет с собой. О, это звучит серьезно. Но у меня нет его с собой. А так всегда с собой, да? Ну, бывает, да. Как в сумочке или в когуре? В сумочке. В бардачке. Там, кстати, нож лежит. Единственное, что там есть, это нож. Но это если я за грибами соберусь ехать, ничего не подумать. Да, ты, конечно, серьезный человек. Здравствуйте. Все, всего доброго. До свидания. Ну, это в любом случае все-таки не такси. То есть здесь не надо много взаимодействовать с клиентом. Это да. Слава Богу. Коротко там, здравствуйте, до свидания. Отдал, принял и все. Поэтому поводов для страха не так много, как, допустим, такси. Ты не думала в такси пойти работать? А, в такси думала. В бизнес-класс хотела пойти работать. Просто думала или были попытки? Нет, попыток не было. Меня вот смущает этот момент общаться с людьми, незнакомыми. Ну, плюс я боюсь того, что не боюсь. Просто мне будет дискомфорт доставлять, если клиенты будут нетрезвыми. Мы тут же приехали, далеко не уезжали. Лавку просто найти по этим голубым коробам. По коллегам по моим. Да. Минусы работы девушки. Здравствуйте. Благодарю. Тебя на дорогах ничемят? Пропускают? Да, конечно. К маленьким машинам на дорогах объективно хуже намного относятся. Но видя, что девушка как, вообще нормально? Мне кажется, щемлю всех я, а не меня. Вообще не мой случай. Меня никогда не щемили ни на каких машинах. Каких бы я ни ездила. Мы пока везем те же две точки, которые мы взяли. Нам ехать сколько? 30 минут показывает. Но я думаю, минут за 15 доедем. Мы не знали, куда это все приведет. Это привело, короче, на грунтовую дорогу. Такую не очень ровную. Вон Матизик. Матизик едет. Матизик прыгает. Да, я так благодарна, что я сегодня не на Ланцере. Господи, спасибо вселенной. Мне кажется, на Ланцере было бы себе попроще. Ну попроще, но только колыки там обвесы у меня бы остались, наверное, тут по дороге. Ну дай бог доедем. Ну, кстати, да. Вдруг повезет и доедем. Потом возвращаться еще отсюда. И это все за 900 рублей. Что за хрень? Мы обратно не заедем. Что, как сказать? Для обычного человека горе, для блогера контент. Это точно. А там фотографировать приложение не надо или нет? То, что ты оставила? Да я думаю, не надо. Полторы тысячи. Ого! Не так уж и плохо. Я думал, там, ты сказал 900 рублей. Полторы тысячи за сколько вы потратили? Ну, где-то два часа полторы тысячи. Жить можно. Скажи, чем ты занималась до того, как перешла в доставку? Много чем. Ну, начиная с того, что я веду свой блог. А еще у меня модельный бизнес был. Ну, как бы я сама работала как модель. Потом открыла свое модельное агентство. Там много людей работало. Но в основном все связано с творчеством. А как ты очутилась здесь? Потому что я очень люблю водить машину. В основном, по таким кочкам. Это прям мой фетиш. Люблю водить машину и, наверное, решила получать деньги за свое хобби. Это меня и привело в доставку, как минимум. Я так же катаюсь весь день за рулем, как и в обычной жизни. Только за это еще и получаю деньги. А какие вообще у тебя ожидания были от того, что ты нападешь в доставку? А что ты думала вообще об этой работе? Просто думала как минимум, чтобы бензин хотя бы оплачивался. Получается покрывать или нет? Да. А зарабатывать? Получается. Ну, когда как, в основном получается. И куда ты скажи? Сразу наш таксопарк? Нет. Я устроилась сначала в один таксопарк. Другой. Не буду называть название. Поработала от него. Пусть будет округлим год. Мне не очень нравились условия, мягко говоря. А что там? Не работала служба поддержки. Я думаю, ее там просто не было. Потому что они все время мне ни разу не ответили. Я могла сутки ждать, когда они мне ответят. Сутки. У меня заказ незавершенный был двое суток. Вот двое суток я ждала, когда мне ответят, чтобы закрыть мой заказ. Который типа я на заказе. На самом деле я давно уже дома. Просто потому что интернета не было. Там его завершите. Я звонила в поддержку. Завершите за меня. Они не могли прийти мне на помощь. И поэтому я ушла оттуда. В итоге я зашла ВКонтакте. Нашла группу Яндекс.Про. Написать гневные отзывы вообще в целом о Яндексе. Написала. А потом вот парень мне написал, что... Я не помню, что за парень. Сразу же говорю. Он мне написал, да ладно, ты так плохо зарабатываешь в Яндекс.Доставке. Я не в Москве живу, и то хорошо зарабатываю. Я говорю, слушай, а отключи меня к вашему автопарку. А я как раз искала автопарку. Ну, думала подключиться заново. Попробовать все-таки дать второй шанс Яндексе. И он мне написал, ты знаешь, я не уверен, что мой автопарк работает с Москвой тоже. Но я им сейчас напишу. И в итоге меня добавили в группу «Богатый курьер». Подключили к вашему автопарку. И вот так получилось, что я начала работать с вами. Ссылочка на группу будет в описании. Заходите, общайтесь, задавайте вопросы. Самое главное, что у нас там сидят опытные курьеры, которые на все ваши тупые и не тупые вопросы ответят. Без злости, без гнева. И все вам объяснят. Да. А еще у нас живая поддержка. У нас всем отвечают, у нас нет ботов. У меня бывают иногда дни, когда я почти каждый день обращаюсь в вашу поддержку. Каждый день они мне прям сразу же отвечают. В этом плане это, конечно, большой плюс. Потому что, когда ты ждешь от поддержки сутки-двое, это не здоровая история. Так, принимай. Не посмотрели, но там была зеленка какая-то. Подъезжаем к точке, и вот походу человек, который нас ждет. Здравствуйте, вы? Курьерская наставка. Да, Яндекс.Про. Заезжай. Так улыбается сразу у тебя все. Это вообще обычная история, да? Да, все приветливые, все улыбаются. Потому что обычно совершенно... Не прям совершенно, но другая история. Ну понятно. Одно дело приезжает мужик, другой девушка-бондинка. Что, не устала грузить? Нет. Опять взял мужика, открыл двери, все вынес, все сам погрузил. Тебе нужно было только открыть и закрыть багажник. Ага. Если бы он еще не был слон, то я вообще могла бы его из машины открывать, собственно говоря. Даже не выходить. Мы сейчас принять посылку. И нам опять ехать показывает 3 часа. Котельнический проезд. Котельнический проезд. И опять показывает их 776 рублей. И это будет, скорее всего, без бонуса, без всего. Потому что, да, действительно, заказ был зеленый. Я не понимаю, почему это зеленые заказы. Все нужно брать заказы только с кафельных. А я вообще в этом мешаю. Что такое кафель? Кэффициент, но когда заказ приходит фиолетовый. Это вот... Ну ты же видишь, что заказы бывают фиолетовые и зеленые. Ага. Ну я просто обычно в Москве начинаю брать, там все фиолетовые. Вот. А зеленые, они типа меньше оплачиваются. Как реагирует, когда приезжает девушка на доставку? Очень часто говорят, это что, пранк? Девушка, серьезно? Вы? Теперь у тебя микрофон, это точно пранк. Ну сейчас, да. Сейчас, мне кажется, прям уже стопроцентный пранк. Все думают. Мне даже как-то раз девушка в центре говорит, вы самый красивый курьер, которого я в жизни видела. Я говорю, спасибо. Это так мило. Некоторые даже, а, как-то фоткал, парень говорит, а может я сфоткал, может я сфоткал друзьям, какой у меня курьер приехал. Тебе как вообще комфортно? Ну нормально. Мы с подругой у нее яркая Тиффани цвета BMW, кстати, очень похожа на лавки цвет. Вот эта лавка. Он как раз, мы когда подъезжали, такие, коллеги, нам машину выдали рабочую, а мы все на великах. Мы там их стебали, потому что, ну, она реально по цвету похожа. И они такие, это реально рабочая машина. Ну да, BMW его дают теперь. Значит вы на великах ездите. Как додики. Если ты из Москвы или Петербурга и хочешь повысить себе приоритет в Яндекс.Про, получив бесплатную оклейку, пиши в Telegram или WhatsApp парк по ссылке в описании. Но учти, машина должна быть чистая, без вмятин и старой оклейки. Там они сказали, ни пропуск, ничего не надо. Просто да, иногда звонят насчет пропуска. Но мне везет, меня, кстати, под все шлагбаумы пускают. Они не думают, что я курьер, но приехала девушка, может, я в гости. Поэтому мне всегда открывают шлагбаумы. Планер для девушек. Если вы подъезжаете, вы можете позвонить и прикинуться, что вы звоните по поводу того, сказать, что вы просто подъезжаете и спросить, дома вы или нет. И услышав ваш женский голос, вам могут спуститься и принять у вас заказ, дабы вы не поднимали никакие тяжести. Здравствуйте. За заказ пришло 876 рублей, ехали мы где-то час. Мы приехали за заказом. Здравствуйте. Ну что, полетели, я нашла. Сколько там написано? 4164. А ехать далеко? Сейчас. А, ну это по Яндексу, я надеюсь, что там полчаса. Принимать? Да. Через дорогу нужно, по сути, перейти и зайти в другой торговый центр. С логистикой все в порядке. Главное, чтобы с оплатой было все в порядке. У меня, если кто, помощник есть. Здравствуйте. А прикинь, я бы одна это все тащила. Да, это было бы непросто. Я думаю, если девушка будет работать одна, ей лучше отключить посылки тяжелые. Я тоже так думаю, да. Но я думаю, что не все указывают, что они тяжелые. Скорее всего, сейчас нас смотрят девушки, которые думают работать в доставке. И у них есть ряд вопросов, которые их волнуют. Вот самый актуальный вопрос по поводу тяжелых грузов. Типа таких, как сейчас вообще. Как, справляешься, если брать тебя одну, без помощи посторонних? Справляюсь, конечно. Я же спортсменка. Можно отключить, если что, тяжелые грузы. Но тогда, скорее всего, заработок будет поменьше. Скорее всего, да. Но я не пробовала. Это грустно, ты об этом сказала. Но я просто не пробовала отключать тяжелые грузы, потому что меня это не пугает. Второй вопрос, который пугает. Приходилось ли тебе сталкиваться с предвзятым отношением, будь то на дороге или в работе? Нет. Даже в работе? Никогда. Все нормально на тебя абсолютно реагируют. Ничего такого нет. А что по части безопасности? Начнем с того, что работа за рулем всегда, в принципе, опасна. Тем более, в зимнее время года. Зимой, когда там заносы, метели и так далее. А в целом именно по контакту с клиентами нет. Это полностью безопасно. Сколько ты в среднем с клиентом взаимодействуешь? Да вообще меньше минуты. Здравствуйте, спасибо, до свидания. И это, как правило, не какие-то закрытые помещения. Всегда есть пути отхода, если что. Скажи, сколько ты в доставке работаешь? Начала я где-то приблизительно той осенью. Можешь показать в приложении, сколько ты заработала за полмесяца, скажем так? Вот декабрь. Семьдесят тысяч почти. Ну, за полмесяца это хорошо. Ну, с учетом, что для меня это не напряжная работа в целом, потому что я и так, и так за рулем катаюсь целыми днями, это нормально. Мы приехали вручать пакеты. Написка вторая, да, я просто не вижу? Да, да, вторая. Я для этой работы даже зрение сделала. Машин купила ради этой работы, телефон и даже зрение. Здравствуйте, это вам. Заказ у нас забрали. Нас даже не пустили, сказали, что мы челить. Нам заплатили за этот заказ, который мы везли. Хер его знает откуда, 800 с чем-то рублей. Да. Мне так спрашиваешь, интересно, братья. Да я не знаю. А, там еще улицы пишут, блин. Но это уже прям совсем для тех, кто хорошо ориентируется. Это не про нас. Пожалуйста, все, всего доброго. О, какой уже заказ в Костанавск. Это море, по-моему. И знаешь, сколько? 739 рублей. А недалеко ехать? Показано час тридцать, час двадцать. Ах ты, что такое? Тут прямо ожидает меня подстава. Здравствуйте, это вам. Всего доброго, до свидания. Берете 739 рублей. Шесть заказов, где фокусируется 3500. Все, ништяк, пошли дальше. Мы приняли заказ. Откуда, скажи? ТЦ «Горбушка». Заказ был зеленый, без кефа. Кефа погасли что-то. Ну, это потому что я работаю. Что тебе дали? Розеточки? Эти вилки. Слушай, ну если вилки, значит, полюбас их везти за 50 рублей, да? Мы взяли еще две точки к этому заказу. Раз, два, три. Помогите Лене посчитать подъезд. В сети в комментариях, где четвертый подъезд. Логично он тут. Третий. Вот она, это самая замануха. Третий, потом идет пятый. А значит, четвертый идет с той стороны. Здравствуйте. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Стремянку приехала забрать. А, хорошо. Вы вас заставляете не адрес? Да, я Доспро. Давай хотя бы для кадра что-нибудь потаскай. Давай. Не, она не тяжелая. Ну, такая относительно. Мы загрузили стремянку, и мы везем ее в Химке. Откуда мы ее везем? С Фрунденской набережной. Да, вот она торчит. Кое-как поместилась в эту машину. Она не тяжелая? Давай, вытаскивай. Извини, что правду такое горит. Она не тяжелая, вытаскивай. Айфон. Чтобы что-нибудь разобил. 740 рублей. Я думаю, можно включить кнопку домой. Да, давай. Чтобы она сейчас закинет куда-нибудь прям за жопинку. Перекресток. Это мы две точки забираем, и потом, по идее, две точки отдаем. Вот она. Героиня. Потому что у меня еще заказы пришли, но я не смогла их принять, ибо у меня очень тяжелые сумки. Друзья, если вы хотите, чтобы мы запустили отдельный YouTube-канал с девушками в доставке, дайте об этом знать в комментариях. Значит, мы первую точку, видимо, отдавать на проспект Вернандского, правильно? Да. А вторую, на Миклуха Маклая, это я с него. Лайфхак. Оставляете машину на аварийке, и штрафы не приходят. Потому что все видят, что машина сломалась. Да, типа того. Не надо на нее такой, конечно, пророчить. Я знаю, что мне уже покрыли меня х** за то, что я лень не помогаю. Вот, посмотрите, несу. Вот, это вам. До свидания. Вот она стоит. Никто ее не угнал. Врезалась, бедная? В забор. Прямо в забор. Я сейчас отдала заказ в общежитие МГИМО, и следующий заказ везу в Миклуха Маклая. Мы приехали в другой университет отдавать другой заказ. Бруден. Мы сегодня кормим студентиков, бедных. Ну, бедных я поспорила. Мы выполнили последний заказ, сделали его на Миклуха Маклая, отвезли Бруден, получили за него 334 рубля. Но он был совершенно близко. Так, вот, да, видно. За весь день, за сегодняшний, мы заработали 4799 плюс бонус 500 рублей. Которые, или 700? Нет, по-моему, 500. Ну, покажи, сколько. А, вот, 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 вот. 500 рублей, да, значит, будет. Да, 500 рублей. А сколько у нас сейчас там? 4700? 5200, короче. Ну, 4800 почти, что будет почти 5300. Потому что 4799 у нас. Ага. Ну, так что мы богатые курьеры. Еще девушкам посоветуешь? Можно вообще в доставке работать или нет? Да, можно. Даже нужно. Все, мы завершили на сегодня день. Удачно поработали. Всем пока. Всем желаю добра. И не бойтесь работать в курьерской службе. Это не так страшно, как кажется. Не бойтесь. А чушники? Ха-ха-ха. Чушпаны. Ха-ха-ха. Для девушек, которые любят водить машину, доставка – это идеальная работа. Особенно, если эти девушки умеют преобразовывать женскую энергию в обаяние, благодаря которому мужчины будут делать тяжелую работу за них. Ведь регламентом это не запрещено. Главное – не наглеть. За рабочий день мы заработали чуть меньше 5000 рублей. Пожелаем Елене получать удовольствие от любой работы, за которую она возьмется. Остальным напомню. Чем больше вы поставите лайков, тем скорее выйдет новое видео. А на сегодня все.